МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и я, Гульнур Жакен, расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня в программе. Улутауский район отметил 75-летие. Чак-чак – это не только национальное сладкое блюдо, но и праздник души. Наши дюдаисты привезли медали с мирового гран-при из столицы Казахстана. На сегодняшнем аппаратном совещании, прошедшем под председательством Акима области Нурмухаммеда Абдибекова, был рассмотрен вопрос об увеличении доли казахстанского содержания. Развитие казахстанского содержания является актуальным аспектом развития экономики страны. Казахстанское содержание влияет не только на укрепление экономической безопасности и независимости республики, устойчивости к кризисным процессам в экономике. Это и мировой престиж. В течение мобилизации внутренних резервов в экономике любой страны, получается, превратает особую значимость. И как один из факторов, влияющих напрямую на развитие этих компонентов, это и является как раз казахстанское содержание. Будь это связано с реальным сектором экономики, с нашими национальными компаниями, или это относится к сфере государственных закупок. О текущей ситуации в этой сфере доложил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Тулеген Игимбаев. Он сообщил, что в первом полугодии текущего года акционерное общество Арселор Миттл Тимиртау, ТО корпорации «Казахмыс» и другими системообразующими предприятиями региона проведены закупки на общую сумму 184,3 миллиарда тенге. При этом казахстанское содержание по товарам, работам и услугам составило 121,9 миллиарда тенге, или 66,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, общая доля кассодержания выросла на 4,6%. По сравнению с 2011 годом, данный рост составил 45,1%. В масштабах республики по итогам первого полугодия наша область занимает первое место по доле местного содержания в закупках товаров, работ и услуг среди 116 системообразующих предприятий страны. Эту позицию регион сохраняет на протяжении последних четырех лет. На территории области действуют 59 компаний-недропользователей горнорудного сектора. Ими произведено закупок на общую сумму 61,6 миллиарда тенге. Казахстанское содержание по товарам, работам и услугам составило 42,6 миллиарда тенге, или 69,2%. За этот же период филиалами национальных компаний и холдингов, расположенных в Карагодинской области, произведено закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 226,9 миллиарда тенге. Казахстанское содержание составило 150 миллионов тенге, или 66,1%. Для поддержки предприятий области местными органами власти оказывается содействие по их участию в различных региональных и республиканских форумах, выставках и семинарах. В целях адаптации местных производителей к новым условиям Таможенного союза создан региональный штаб по вопросам технического регулирования. По итогам совещания Нурмухамбетов-Дебеков поручил Управлению государственных активов и закупок совместно с областными управлениями и акимами городов и районов провести детальный мониторинг доли местного содержания в государственных закупках, обеспечить исполнение целевых индикаторов по казахстанскому содержанию на 2014 год. Сергей Високосов, Олжас Габасов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Бюджет Карагандинской области освоен на 99%. Оставшийся процент выражается в сумме почти 1,5 млрд тенге. До конца года этот миллиард и предстоит освоить. На очередном совещании были рассмотрены итоги исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года. Это важный вопрос, особенно в плане усиления ответственности руководителей государственных органов за освоение бюджетных средств, отметил глава региона Нурмухамбет Абдебеков. О текущей ситуации и прогнозе исполнения бюджета доложила Ольга Чернявская, руководитель Управления экономики и финансов в области. По состоянию 1 октября исполнение расходной части составило 173,9 млрд тенге или 99,1% планов. Остаток недоиспользованных средств составил 1,493,1 млрд тенге. Из них целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета 831,9 млрд тенге. Наибольшие объемы неосвоенных средств приходится на Караганду, Сарань, Жисказган, Тимиртал, Абайский район Управление здравоохранения и образования. Это показатель того, что некоторые из руководителей не умеют управлять денежными потоками, прокомментировал Акимобласти. По отдельному каждому начальному управлению и каждому руководителю района города, сейчас надо будет вытаскивать и у меня садится разбираться, что причина. В неумении уговорить этим процессом, в каких-то обстоятельствах непредадимой силы, которые выше способности человека или еще чего-то. Нурмухамед Абзбеков потребовал от Акимов городов и районов взять на повседневный контроль вопросы поступления в бюджет и исполнения расходной части бюджета, обеспечить своевременную выплату заработной платы, а также привлечь к ответственности лиц, допустивших неосвоение бюджетных средств по итогам 9 месяцев. Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Бахтиар Успан, 1-й Карагандинский. В областном Акимате кадровые изменения. На парадном совещании глава области Нурмухамед Абзебеков представил нового руководителя управления государственных активов и закупок Карагандинской области. Бывший руководитель данного управления Мурат Шигамбаев был освобожден от занимаемой должности в связи с поданным заявлением. На эту должность распоряжением Акима Карагандинской области Нурмухамеда Абзебекова из кадрового резерва корпуса Б назначен Мурат Кадеков. Кадеков Мурат Шултакович, 1957 года рождения, образование высшее, в 1990 году окончил Карагандинский государственный университет по квалификации экономист. Трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим локомотивного депо станции Агадырь, с 1997 года на государственной службе. Работал на различных должностях в областном управлении финансового контроля, казначействе, финансовом управлении Карагандинской области, где прошел путь от главного контролера-ревизора до начальника отдела. С 2005 по 2007 год возглавлял отдел финансов города Караганды, с 2007 по 2008 год работал заместителем начальника управления экономики и бюджетного планирования области. С октября 2008 года до нового назначения работал заместителем руководителя департамента казначейства по Карагандинской области. Юбилей Улутауского района – праздник, объединяющий весь наш народ. Аким области Нурмухамед Абдибеков побывал с рабочей поездкой в Улутауском районе. Официальное посещение совпало с 75-летием района. Глава региона ознакомился с ходом реализации программы доступное жилье. В частности, осмотрел дома, строящиеся в районном центре по улицам Тайжана и 20-летие независимости Республики Казахстан. Общая стоимость этого проекта составляет 246 миллионов тенге. Строительство жилья началось в 2013 году. К настоящему времени отстроено пять домов, остальные 15 планируется завершить в декабре текущего года. Кроме того, Аким области посетил центральную районную больницу, затем побывал в средней школе номер один села Улутау и ознакомился с тем, как был выполнен ремонт этого учебного учреждения по программе «Дорожная карта занятости». После осмотра объектов Аким области принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Улутауского района. Обращаясь к участникам торжественного собрания, он напомнил слова, сказанные президентом страны, лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в интервью агентству Хабару подножия Улутау. «Мы многое делаем для того, чтобы познать свою историю. Одна из свидетельниц былого земля Улутау. Эту землю должен знать каждый». «Юбилей Улутауского района – это праздник не только улутаусцев и Карагандинской области. Это праздник, объединяющий весь наш народ», – подчеркнул Друмухамбет Абдебеков. «Земля Улутау дала Казахстану немало известных людей. Среди них академики Эмирхан Байканыров, Мухаммеджан Каратаев, Терегельды Шарманов, Айтмухамбет Абдуллин и генерал армии Халы Кахарманы, Мухтар Алтынбаев, а также писатели-публицисты Баубек Булкышев, Мукан Иманджанов, Камал Смайылов и многие другие. И сегодня жители Улутауского района, отдавая дань уважения прошлому, вместе со всеми жителями области активно участвуют в реализации реформ. Благодаря этому динамично развиваются все отрасли экономики, строится жилье, возводятся объекты социального назначения. Все это вместе взятое повышает качество жизни населения района». Сергей Высокосов, Арман Артаев, Первый Карагандинский Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей, монтажной шириной 53 мм, представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Полицейские ДВД Карагандинской области отправились в Жизказган и Сатпаев не выручать своих коллег в борьбе с преступностью, а с пропагандистской целью. Молодежь и патриотизм – вот где лежит основа воспитания подрастающего поколения. Инициатива ДВД Карагандинской области о создании информационно-пропагандистской группы из полицейских была поддержана администрацией региона. Была проведена усиленная подготовка участников специальной группы по разъяснению послания президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее». Жизказган ждал десантирования спецгруппы. Патриотизм – это прежде всего уважение к лицам, которые отдали свои жизни, строя новый город – Жизказган, которому 60 лет. Совместно с руководителем информационно-пропагандистской группы, заместителем начальника ДВД области Ордаком Интыкбаевым были возложены цветы к памятному знаку Мурату Курманову, полковнику милицию, стоявшему у истоков создания правоохранительных органов Жизказгана. Работа информационной группы была напряженной и полной встреч. Вместе с нур-отановцами был организован круглый стол, за которым дискутировали представители общественных организаций города на тему патриотического воспитания молодежи. Уроки мужества были проведены в детском доме Умыт. Сотрудники полиции рассказали о своих буднях и о своих подвигах. Малыши просились посидеть на коленях у дядей полицейских, показывали свои альбомы, рассказывали о своих детских мечтах. А чтобы скрепить дружбу, привязывали свои ниточки на общую цепь и загадывали желания. Ансамбль ДВД Корганинской области симпровизировал маленький концерт. В ответ дети продемонстрировали свои таланты. И, конечно, ребятне был подарен телевизор. Не остались без внимания и ветераны органов внутренних дел. Их посетили на дому. Информационно-пропагандистская группа ДВД Корганинской области приняла участие в финале соревнований по казахшаку рисы. А в концертном зале «Дружба» был дан большой концерт для молодежи с показом документальных фильмов о полицейских героях Джумабекове и Байгасине. И аксакалы, и молодежь воспринимали песни военных лет и современное исполнение с одинаковым удовольствием. Нередко зал подхватывал слова песен и заканчивал их вместе с солистами ансамбля ДВД области. Наверное, так и надо решать проблемы молодежной преступности. Вместе, чтобы поколения смогли посмотреть друг другу в глаза. Сергей Высокосов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Реклама «Двигатель торговли». 23 октября свой профессиональный праздник отметят работники рекламных отделов, в том числе и маркетологи, и так называемые пиарщики. Это праздник тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие торговли и, соответственно, экономики страны. Какое место занимает в нашей жизни реклама – об этом в следующем сюжете. Сегодняшняя реклама – сложная наука. На продвижение товаров и услуг тратятся большие суммы денег. Но цель у рекламы, как и сто лет назад, остается та же – выделять товар среди конкурентов, раскручивать его и увеличивать продажи. Ольга Болтушенко занимается вопросами рекламы вот уже пять лет. Рекламист – это не только профессия, это образ жизни, считает она. Для того, чтобы помочь нашему заказчику, мы должны полностью окунуться в его бизнес, понять саму суть структуры его бизнеса, для того, чтобы мы могли конкретно выстроить его бизнес-план, его рекламную кампанию. Именно от этого зависит как успех нашего клиента, так и наш успех. Для молодого менеджера рекламного отдела телеканала «Первый Каргандинский» Нурсултана Курпитаева самое главное – качество рекламируемой продукции, так как именно от качественного продукта можно получить хорошую прибыль, считает он. У нас очень интересная работа. Предлагая свои услуги, сотрудничаем с рекламодателями. Конечно, в нашей работе важно иметь профессиональный подход к клиентам, чтобы и мы, и они были заинтересованы. С помощью рекламного отдела заказчики приобретают качественные видеоролики, презентационные фильмы и не только. И все это благодаря сплоченной команде рекламистов Первого Каргандинского канала. Здесь также проводятся выгодные, интересные акции для рекламодателей. Разрабатываются пакеты, бонусы для заказчиков. Кстати, к Новому году также подготовлены интересные предложения. Пожелаем нашим рекламщикам успешного бизнеса, неординарных идей в работе. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел необычный татаро-башкирский праздник Чак-Чак-Пати. Его отмечают в первое воскресенье октября. В этот день национальные коллективы поют, танцуют, участвуют в викторинах и едят чак-чак. Чак-Чак-Пати – это молодой и современный татарский праздник, но уже не менее популярный, чем Сабантуй. Его утвердили в 2008 году на Всемирном форуме татарской молодежи. Сегодня Чак-Чак-Пати – международная акция, которая проводится во всех странах мира, где существуют татарские диаспоры. Сегодня мы празднуем татарский молодежный праздник Чак-Чак-Пати. Этот праздник зародился у нас в 2007 году на первом Всемирном форуме татарской молодежи в городе Казани. В Караганде этот праздник прошел очень весело. Основными зрителями были люди в возрасте, но они словно вернулись в молодость и приняли активное участие в конкурсах. Цель акции – ознакомление жителей нашего города с одним из элементов традиционной татарской культуры, которая является составной частью современного бренда татар, а также привлечения татарской молодежи к национальным ценностям. Мы приехали из города Шахтинская седьмой раз на праздник Чак-Чак-Пати. Нам очень нравится. Мы сами делаем это блюдо Чак-Чак и привозим сюда на конкурс. Чак-Чак – это восточная сладость, представляющая собой изделия из теста с медом, относящиеся к кухне тюркских народов. Считается национальным башкирским и татарским блюдом. Уже седьмой год подряд в Караганде празднуют татарско-башкирский праздник. В народе его называют Чак-Чак-Пати. В этот день конкурсанты участвуют в различных викторинах и конкурсах. А в конце мероприятия каждый может отведать восточную сладость Чак-Чак. Новости спорта. Карагандинский клуб «Тулпар» стал вторым полуфиналистом Кубка Казахстана по мини-футболу после алматинского кайрата. Во всех трех играх карагандинцы уверенно одержали победу с разгромным счетом. С 9 по 12 октября карагандинская футзальная дружина в борьбе за Кубок Казахстана провела предварительные игры между столичными клубами «Ушкын-Искра» и «ЦСКА». Также встретились с Руднинским «Аятом». Первая игра прошла с «Аятом». В первом тайме счет был равным 2-2. А во второй половине игры «Тулпаровцы» забили 6 голов. На что гости ответили лишь одним мячом. Счет 8-3. Победа за «Тулпаром». Во второй игре «Тулпар» разгромил сухую астанинскую «Ушкын-Искру» со счетом 8-0. В третьей игре карагандинские футзалисты играли с астанинским клубом «ЦСКА», где также забили 8 мячей. На что армейцы ответили лишь тремя голами. 8-3. Уверенная победа «Тулпара». Следующая игра пройдет 17-18 октября с алматинским «Кайратом». А карагандинские дзюдоисты завоевали медали на мировом гран-при по дзюдо, который проходил в Астане с 10 по 12 октября. Жансай Смагулы стал обладателем серебряной медали, а Максим Раков стал чемпионом мирового гран-при. В прошлые выходные столица нашей страны принимал сильнейших дзюдоистов мира. Сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Одна золотая и серебряные медали на счету карагандинцев. В листовой категории до 66 килограмм молодой борец Жансай Смагулы в первой схватке одолел дзюдоиста из Израиля. Во втором кругу японом одержал верх над польским дзюдоистом. В борьбе за выход в финал, проигрывая по ходу встречи, на последней минуте броском в оценку Вазаре вырвал победу у белорусского спортсмена Дмитрия Шершана. В финальной схватке уступил более опытному борцу из Японии Юки Хашигучи. Финальная схватка с японцем была тяжелой. В предыдущей схватке я получил травму ноги. Из-за этого борьба не получилось. В будущем планирую побороться на Олимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро. Сейчас набираю очки в мировом рейтинге. В весовой категории до 100 килограмм выступал самый титулованный дзюдоист Казахстана. Чемпион мира под дзюдо Максим Раков стал обладателем золотой награды. Первую схватку на первой же минуте японом выиграл у японского дзюдоиста Руюко Агава. Во второй схватке на последней минуте чистым броском на японц положил российского дзюдоиста Давида Битиева. В борьбе за выход в финал с преимуществом одно шида и юг одолел Рамадана Дарвиша из Египета. В борьбе за золото Максиму Ракову противостоял немецкий дзюдоист Петерс Димитрес, у которого он выиграл по предупреждениям с преимуществом в одну шида. Во всех весовых категориях, в принципе, в моей особенно как бы были призеры мира и призеры олимпийских игр. Он дает сколько 300 очков, но уже как бы это лицензионные очки. И в рейтинге получается, ну поднимаешься. Очень такой хороший старт был. К Джансая Смагулу к соревнованиям готовил тренер Кайдар Канджанов, а Максима Ракова и его отец и тренер Сергей Раков и Талгат Большолаков. Для Казахстана мировое гран-при под дзюдо было хорошей репетицией перед чемпионатом мира под дзюдо, который пройдет в следующем году в Казахстане. Верим и ждем медали от наших дзюдоистов на первенстве мира под дзюдо. Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сау Болгстер. Корректор А.Кулакова